Приветствую вас. Я бы сказал, что вам очень хорошо ответила моя коллега Светлана на вопрос. Но раз, соответственно, вы не отметили ее ответ в качестве лучшего, да, не решили вопрос, то я, наверное, хотел бы добавить немножко. В возрасте, который вы описываете, скорее уже поздно прививать ребенку ответственность и самостоятельность, вот. Если вы не сделали этого раньше, то есть ребенку будет сложно. Достаточно сложно перевоспитаться и переориентироваться, если ранее у него не было такого опыта, скажем так. Поэтому вполне возможно, что будут какие-то трудности на этом этапе. Скорее всего, будут какие-то трудности на этом этапе. Но я думаю, что при наличии настойчивости, то есть если у вас будет настойчивость, вот. что, мне кажется, вы сможете это сделать, вы сможете ему это привить. Ну, вообще-то говоря, уже пора, уже пора давно. Очень жаль, как вам и сказала моя коллега, очень жаль, что вы схватились только сейчас и только сейчас. об этом, ну, решили спросить. Что касается того, как это сделать. Что здесь ситуация заключается в том, что ребенку нужно чутко продемонстрировать, за что он отвечает, конкретно за что ребенок отвечает. и продемонстрировать ему, за что отвечаете вы. И не позволять помогать своему ребенку в том, что вы определили вместе с ним в качестве предмета его ответственности. Ну, примерно так. Но, вообще-то говоря, ваш ребенок, скорее всего, сам уже научился за это время всему, что вы ему демонстрировали. Своим поведением. И вам будет сложно, не демонстрировать ему свой пример, с точки зрения психологии, чему-то новому его обучить, к сожалению. Поэтому, поэтому здесь вас поджидают определенные сложности. Ну, вот, в принципе так. Так. Вообще, у меня сложилось впечатление, что вы не очень серьезно задаете свой вопрос. Вообще, у меня сложилось впечатление, что вы как-то с юмором подходите к этому вопросу. Как будто бы, знаете, неохотно спорят и так далее. Как у вас, Станислав, дела обстоят с личной ответственностью вашей. Это тоже желательно бы прояснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.